Человек, который сегодня у нас в гостях, один из самых титулованных спортсменов планеты, безусловно, легенда мирового хоккея, Вячеслав Фетисов. Здравствуйте, Вячеслав Александрович. Кирилл, доброе утро. Мы рады вас приветствовать на алтайской земле. Очень рад. Впервые приехал на Алтай. Фантастическая природа, на первый взгляд, воздух какой-то такой, ну, очень свежий, живой. Да, живете здесь в раю. Ну, собственно говоря, вот первый вопрос достаточно очевидный. Цель вашего визита на Алтай? Ну, у нас выездный комитет Государственной Думы. У нас достаточно серьезные ребята, великие спортсмены, управленцы от спорта, от туризма и молодежной политики. С чем у вас ассоциируется Алтай, вот когда вы летели сюда, в Барнаул? Центр земли. Ее душа и настроение. Поэтому, да, надеюсь, за эти три дня мы сможем посмотреть много достопримечательных мест, познакомиться с людьми, это самое главное, и увидеть потенциал. Потенциал Сибири западной, ну, со всеми вытекающими. А может быть, что-то конкретное хотели бы посмотреть, что-то, может, попробовать, например, там вам рассказывали наверняка. Белокуриха на слуху у всех. Ну, хоккей. У нас в Бочкаре ребята уже известные в ночной хоккейной лиге. Да, говорит, пиво лучше будет в мире представлено, поэтому, да, поиграем в хоккей. Но помимо производства этого пенного напитка, они еще занимаются и спортом, там очень здорово. Я считаю, что это очень важное направление. В свое время президент страны поддержал ночную хоккейную лигу. Вот большая философия, на самом деле. Люди, которые и без того играли в хоккей, любили эту игру, и вдруг получили целое движение, так сказать, даже не турнир. Да, более тысячи команд уже играют по стране. Каждый год финалисты съезжаются в Сочи, в Олимпийский город, да, и вот наслаждаются теми объектами, построенными для лучших спортсменов мира. И вот в такой семье в хоккейной проводят пару недель, и потом играют с президентом, со звездами мирового хоккей. Конечно, это тоже, в общем, много для людей значит. И я вот понимаю, насколько она, вот эта вот система ночной лиги сегодня людей объединяет. Вот у вас в графике посещение Карандин-арены, которая достроена, уже введена в эксплуатацию, и Сибирский 52, это долгострой. Вот у нас на Алтае есть дефицит льда. Да, вот на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы не было этого дефицита? Вот болельщики ждут этого прорыва. Ну, дефицит он везде, насколько я знаю, и, конечно, надо строить. Вот мы принимаем всякие программы, вот стараемся в комитете, в этом составе разобраться, на самом деле, почему иногда выделяются деньги туда, где, в общем, они, может быть, не так эффективно будут работать. А с другой стороны, стоит недострой по разным причинам. Так, конечно, причину надо выяснять. Выявлять тот, кто, в общем, не сумел достроить. Но в любом случае, это то, что раздражает людей, это, в общем, убивает надежду, особенно у детей, у молодежи. Да, необходимо достраивать. И, ну, в свое время, когда я руководил российским спортом, это было начало нулевых, непростая история, мы написали в федеральную целевую программу. И по этой программе должны были построить в каждом субъекте Российской Федерации примерно по 50 спортивных объектов современного уровня. Ничего себе. То есть, если можно себе представить, да. Ну, и мы как раз ее рассчитывали начать реализовывать с 2010 года по 2015, потому что нужно было подготовить регионам и свои бюджетные обязательства, площадки, подвести коммуникации. Да, для этого нужно было время. Да. Ну, к сожалению, я в 2008 году перешел на другую работу. В общем, те, кто пришли на смену, они не увидели в этом перспективу. Мне кажется, это было большое упущение. Еще раз хочу сказать, что регионы сегодня нуждаются в современных спортивных объектах. Сегодня молодых людей просто так на картофельную поле загнать невозможно. Ну, понятно, что современные условия – это тоже одна из притягательных таких моментов для того, чтобы дети пошли. Бассейны, катки, многофункциональный зал – это то, что, в общем, требует современного развития, общества, а у нас люди амбициозные во всех отношениях. Да, надо строить, надо принимать программу, надо активнее регионам участвовать в продвижении своих интересов. Да, мне кажется, это единственный вариант. И мне кажется, здесь мы тоже со своей стороны, вот как депутаты Госдумы, должны именно на это обращать больше внимания, чтобы у нас не было дискриминации по географическому принципу, по социальному и так далее. А действительно, вот я прежде, когда готовился к нашему интервью, я читал, что в начале 2000-х один бизнесмен из Алтайского края вышел на вас, когда вы как раз возглавляли спорт страны, и уже договоренность была, потом все это откладывали-откладывали, но так почему-то вот арену и не построили. А вот с другими, если сравнивать с сибирскими регионами, насколько Барнаул и вообще вот край отстал по хоккею, по развитию хоккея? Ну, здесь мы говорим о потребности, допустим, Новосибирская область, там хоккей более, так скажем, уже исторически более разве. Мы завидуем им, там КХЛ. Ну, понятно, да, там есть команды КХЛ и развитие, скорее, в Омской области, я знаю, много было построено за последнее время. Но мне кажется, опять же, для того, чтобы было равномерное, так скажем, распределение, нужно, в общем, принять программу именно по выравниванию этой ситуации. Мы понимаем, что даже сегодня входили сюда в здание, маленький мальчик с мамой ждал, в общем, чтобы автограф ему написали на майке. Хоккей все более и более популярен. Играть сегодня на улице не так просто даже и в Сибири в силу разных обстоятельств. Да, надо строить, строить, создавать условия, делать единый стандарт. Не просто там, где тебе захотелось, тем более распоряжаясь федеральными деньгами. Да, надо смотреть карту, где это все происходит. Но другой вопрос. Мои последователи, так скажем, приняли еще одну программу, мне не совсем понятно. Это определение базовых видов спорта по каким-то там признакам. И, естественно, ты понимаешь, что губернатор сегодня, который не имеет хоккей как базовый вид спорта, ему сложному будет побороться за строительство спортивного объекта, в данном случае Ледового катка, с другим регионом, где этот вид спорта является базовым. Я считаю, что это тоже вот то, что было сделано тогда, вредит сегодня больше, чем что бы то ни было. И да, это тоже надо менять. Мы не имеем права дискриминировать детей, потому что кто-то там принял решение, что этот вид спорта не должен развиваться в регионе. Ну, какая-то глупость, по большому счету. А вот в свое время активно прочили место в сборной страны нашему земляку Барнаулецу Алексею Черепанову. Но, к сожалению, все закончилось трагедией. Вот с тех пор даже, по-моему, близко никто не подобрался к сборной из наших воспитанников из Алтайского края. Насколько сложно пробиться пацану из глубинки в сборную? Это еще одна из проблем, которая требует серьезного обсуждения. Я 8 лет работал сенатором в Приморском крае. Могу сказать, что детишкам с Дальнего Востока и Сибири очень сложно пробраться. Здесь, конечно, это ответственность тех, кто развивает спорт, в данном случае Федерации Всероссийской. Они обязаны создать систему, которая должна выявить талантливого ребенка как можно раньше и поддержать. Независимо, есть у родителей деньги или нет. Так работает сегодня мировая система. Уявляются дети, и они сопровождаются до того момента, как они, в общем, смогут проявить свой талант на 100%. Ну, конечно, то, что произошло с земляком, это, конечно, удивительная история. Но могу сказать, что у нас проблема спортивного диспансера до сих пор одна из нерешенных. Все больше и больше детей увлечены в спорт, и все меньше и меньше у нас есть спортивных диспансеров, которые смогут вовремя выявить патологию, которая может, в общем, так печально закончиться. Тоже одна из тем, которая требует координатного решения. Мне здесь, мне кажется, Министерство спорта и здравоохранения никак не могут найти, в общем, единое решение. Хотя проблем достаточно, и мы видим, дети умирают и на уроках физкультуры во время всяких физических активностей. То есть мы понимаем, что мы до конца вот эти вопросы, связанные с определением уровня здоровья детей, которые занимаются спортом, еще, в общем, системой, как систему не создали. А вот еще одна проблема, с которой, насколько мне известно, вы пытались и пытаетесь бороться, это спорт для богатых, когда вот становится хоккей очень дорогостоящим видом. Вот как здесь решить эту-то проблему? Вот талантливый парень, а мама говорит, ну я не могу. Приезжайте в Домодедово, у меня там академия открыта моего имени. Мы там как раз стараемся эту проблему разъяснить людям. У нас детишки, которые из многодетных семей, из бедных семей занимаются бесплатно, и мы им выдаем форму, клюшку тоже бесплатно. Я считаю, что это очень важное. Ну не только в России, вот я разговариваю с своими друзьями из Канады, Америки, и хоккей и там становится дискриминационным по отношению к семьям, у которых нет лишних денег, так скажем. Очень дорогой вид спорта. То есть это вообще мировая такая тенденция? Да, и здесь мы понимаем, что мы можем всех опередить. Обычно из семьи, где нет большого достатка, и будущие мегазвезды и появляются. То есть государство обязано сегодня обеспечить детей. И мы здесь как раз сталкиваемся с проблемой разделения спорта высших достижений и массового спорта. Я считаю, что спорт массовый – это общеобразовательная школа, где мы должны как раз проявить и выявить этого талантливого ребенка. А когда он приходит уже работать, я имею в виду тренироваться в школу любого уровня, детско-спортивную, детско-юношескую, он должен быть обеспечен всем. И никаких подкаток не должно быть, никаких требований, доплаты и так далее. Это уже ответственность спортивных федераций, чтобы люди, которые работают с талантливыми мальчишками, получали достойную зарплату и, в общем, не занимались поборами. Но опять же, это системный сбой, который требует, в общем, понимания, как это все работает. Мне кажется, если мы таким образом начнем относиться к юным талантам, то у нас их будет все больше и больше. В том числе и здесь, богатые талантами людьми. Но опять же, видно, здесь еще система хоккейная, как таковая, не пришла. Вот в графике визита у вас опять встреча с юными хоккеистами. Вот какой главный совет вы даете юным спортсменам? Ну, я не только со спортсменами, я встречаюсь уже достаточно долгое время в большой политике. И с удовольствием иду на встречи со студентами. У меня их огромное количество, от Владивостока до Калининграда. Да, формула успеха, она одна и простая для всех. Это стараться ставить перед собой большие цели. В общем, они боятся больших целей и не боятся большого труда. Ну, и я думаю, что тот девиз, который не девиз, может быть, посыл, который мой отец мне в детстве сказал, старайся, сынок, и все у тебя получится, он работает, по большому счету. Вячеслав Александрович, буквально у нас несколько секунд остается крайний, пожалуй, вопрос. Безусловно, вы очень много сделали для отечественного мирового спорта, но есть еще какие-то вот идеи, что бы вы хотели реализовать? Ну, у нас сейчас ответственность еще и туризм, и молодежная политика. Вот, я стал послом Организации Объединенных Наций по Арктике и Антарктике в последнее время, считая, что экология – это главная задача, в общем, человечества, которая нас обязана объединить в ближайшее же время. То есть то, что происходит с экологией во всем мире, это такой нам сигнал сверху, да, что если мы сегодня не поймем, что это главная цель – сохранить землю и вернуть ее, все то, что мы сумели напортачить, да, в исходное положение, то будут большие проблемы. Я уже больше года этой темой занимаюсь, и надеюсь, что и государство, без них это невозможно, и большой бизнес, и большая политика понимает, что все конфликты, которые есть, отнимают и время, и огромное количество денег, но это не та задача, которая, в общем, сегодня существует на планете, да, природа, экология, а это место, где мы находимся, может быть, меккой для мирового туризма, если-то, конечно, люди сегодня ищут те места, где можно, в общем, дышать этим целебным воздухом, общаться с природой и получать это удовольствие. Спасибо большое, Вячеслав Александрович, спасибо, что нашли время. Спасибо, очень приятно, да, удачи всем. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был спортсмен, политик и телеведущий Вячеслав Фетисов, говорили о многом, но главное, конечно же, о хоккее. Субтитры подогнал «Симон»